Доброе утро, мои хорошие! Рада приветствовать вас в моем новом влоге. Сегодня мы с утра будем краситься вместе, так скажем. Get ready with me. Вот такой у меня пир часон, так скажем, потому что вчера, как вы видели, я искупалась и сразу легла спать. В моем случае так делать вообще нельзя. Посмотрите на мою пудру. Я умница! Она заканчивается. Мне настолько понравилась эта пудра. То есть она просто матирует как раз таки то, что мне нужно. Я все равно использую тон, поэтому мне пудра нужна просто, чтобы заматировать лицо. Она с этим идеально справляется. Но хорошо, что я взяла две, надо было брать три. Такие вот делишки. У меня есть вот такие вот румяшки от Makeup Revolution. Что-то я ими вообще даже не пользовалась, только один раз свотч сделала и все забыла про них. Что-то вчера я решила просто попробовать их на себе. И мне так понравилось. Это так круто. Два оттенка, оба крутых. Сегодня особо никаких грандиозных планов по захвату мира нету. Я вот встала, смонтировала видео. Влог и его кинула. Помните, я вам вчера говорила, что я составила план действия. То есть я написала, например, 7.00 я встаю. 8.00, например, я уже монтирую видео. В 9.00 я снимаю новое. И как вы думаете, получилось ли у меня следовать этому плану? Нет, конечно, не получилось. Хотя, если бы получилось, было бы очень круто. То есть я бы больше успевала и, следовательно, вы бы видели больше контента. Но, к сожалению, так как Айка ленивая, попа, у нас с вами это не получилось. К сожалению. Я тут себе сразу приготовила глазок. Это для мукбанка. Здесь баклажаны пожарила, перчик, помидорка. Смотрите, вот такая вот у нас новая сковородка. Нам она очень понравилась. Мы еще купим пару штук таких сковородок. Потому что они качественные, очень красивые и стоят недорого. Вот здесь, значит, я нарезала это курица копченая. Мне она очень нравится. Я прям обожаю ее. И здесь обычный просто огурчик. Сейчас все это красивенько уложу и пойду снимать мукбанк. Попался? Что здесь делает бабушка? Мукбанк кушает огурец. Такой вот у нас вид. Вы просили почаще показывать бабушку. Смотрите, что делает бабушка. Бабушка плетет носочки. Хоть у бабушки плохое зрение, она вот как душой вот чувствует, как надо делать. Бабушка и меня научила. Сейчас вам покажу, что она сплела, так скажем. Вот. Это уже готовый вариант. Это вот в процессе бабушка вяжет. Будет точь-в-точь вот такая вот. Такой носочек. Это зимой одевать. Смотрите, какие узоры. Это все вручную делается. Бабушка даже умеет, знаете, сейчас покажу вам лучше. Наглядно покажу. Вот такие вот узоры это все плетет бабушка. Бабушка сложно, да, такое плести? Четенья их тендии. Сколько времени уходит? Немножко. Четенья. Она говорит, несложно. Привыкаешь, и уже потихоньку для тебя уже несложно это. Где-то за 2-3 часа можно вот такие вот сплести. Вот. Еще вот такие есть красивые. Бабушка меня научила, и вот эти вот уже я сама сплела, так скажем. Это уже крючком бабушка. То есть они вот так вот одеваются. Молодец, бабушка. Еще эти ковры плела в свое время. Жалко вам показать, не могу, потому что нету условий. И мы садыкишки. Да, это другой фасончик. Очень красиво. В Дагестане я еще слышала, что особые такие, знаете, они узоры делают редкостные, очень сложные. У нас делают попроще. Вот. Смотрите, пока мы с вами болтаем, тут бабушка вовсю плетет. Это вот эта вот часть. Отсюда начинается плетение. Еще вот такой вот кроссовок. Это я в Ютубе туториал увидела. И вот поэтому я заплела. Получилось очень даже красиво. Одну пару заплела, для второй ниток не осталось. В этом Айка. Ну, красиво получилось. Вот здесь ниточки розовые. Все дела. Сидим тут, плетем, базарим с бабушкой. Так, еда у нас уже прибыла. Распаковка. Моя самая любимая, это, конечно же, распаковка. Здесь два напитка. Я взяла два в этот раз. И вкусняшина, конечно же, здесь. Вроде бы все положили. Да, все есть. Ой, это дабл мак чипен. Я даже не знала, ребята, что это двойной. Или мне кажется, что не двойной. Господи, я даже не хотела двойной. И биг мак. Ой, как повеселим. Сейчас будем снимать с этим светом. Как раз мне очень интересно посмотреть, что получится. Понравится ли вам с этим освещением или нет. Я, ребят, все комментарии читаю. Там писали, что желтый цвет не очень. Вот так вот. Мне кажется, ничего так, Свет. Надеюсь, что понравится. Еще такая история произошла. Когда мы в Фате покупали освещение, они забыли положить провод. Ну, где включается, короче. И забыли положить пульт. В моем случае, когда они упаковывали, я им сказала, что только ничего не забудьте. И в результате они забыли пульт. Мама поехала туда. И сказали, что вот мы забыли, извините. И дали пульт. Но, слава богу, хотя бы признались. А то бы я без пульта была бы. Ну, в принципе, тоже не страшно. Можно использовать и без пульта. Но лучше, конечно, С. Господи, что у меня с глазами? Я просто люблю делать макияж, а потом делать вот так вот. В общем, у меня есть три видео, даже четыре маминых видео, которые нужно смонтировать. И я сегодня хочу показать вам, как мы это делаем. Мама отдельно уже снимает сама весь материал. Я ей предлагала, чтобы она сама сразу же и озвучивала. И это было бы намного проще, чем все это дело происходит сейчас. Но мама стесняется, маме не нравится ее голос в кадре, поэтому я вынуждена сама озвучивать. Но по ее тексту. Сейчас вам покажу, как мы это делаем. Так, короче говоря, со стороны все выглядит вот так. Я беру свою камеру, беру микрофон и буду говорить текст в микрофон, тем самым записывать видео с текстом. Потом я отсоединяю видео от звука. Получается звуковая дорожка. Ее я подсоединяю к видео. В общем, на самом деле, очень сложно все. Можно делать намного проще сразу записывать на компьютер, но там просто звук получается нечистый. Поэтому я такая, знаете, Америку открываю. Здесь, значит, мама уже написала текст. Что, зачем, как, что, который я должна прочитать и записать. Как-то вот так. А тут, кстати, вот как раз-таки пульт. Пульт от света. Они забыли нам положить. В прошлый раз, когда Фадя покупала свет, они забыли положить провод и пульт, а в этот раз только пульт. Попробуем, работает ли он вообще. О! Работает! Я реально, я думала... Нет, не работает ни хрена. Почему некоторые кнопки работают, а некоторые нет? А, вот Оф. Это выключить, наверное. Оф! О, заработало, слава богу. Короче, надо... Фишка в этом заключается, что когда вы нажимаете на кнопку, еще нужно так подпрыгивать. Вот так. Короче, легче просто встать и выключить. Что за хрень? Здравствуйте, дорогие зрители и гости нашего канала. Сегодня мы будем готовить... Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала. Спасибо, что за вернули Майпук. Сегодня мы приготовим трехслойный, поп-сэндвич, с куриным грудинкой и грибаной. Для приготовления нам понадобится... Пусть-то для хлеба и из-за салата. Доброе утро, Майпупсики. Я сегодня решила доснять влог, который начала снимать 4 дня назад. Что-то никак руки у меня не доходили. Снимала все мукбанки, тиктоки, не знаю, материал для инстаграма, для ютуба, что-то в последнее время я очень сильно ленюсь. Я сегодня встала пораньше, думаю, вот, поделаю дела, успею, много чего. А оказалось, света нету. Это очень раздражает, потому что мои все дела проходят через интернет. И даже если я ничего не делаю, просто собираю постель, обязательно на фоне должен быть какой-то блогер, или какой-то мукбанк. Кто-то должен болтать. Так мне комфортнее на самом деле. И вроде как света нету. Будем надеяться, что в ближайшие секунды прям свет дадут, а то я буду бить тревогу. Я без макияжа, как вы видите. Да, вот такая вот страшненькая я без макияжа. Сейчас я буду краситься. И уже потихонечку пойду в магаз. Хотя вчера мы делали закупку продуктов. Я хочу купить что-то интересное и снять для вас сладкий мукбанк. Но то, что сладкий, это не точно. Посмотрим, что я интересненького найду. А такая Айка Эмили с макияжем. Посмотрите, какие у меня стрелки получились. В последнее время они у меня получаются максимально ровными. Наконец-то научилась. Уже 7 лет делаю стрелки. Наконец-то я научилась их делать красивыми. Вот такой вот у меня лук. Это я покупала в Нью-Йоркере. Если вы смотрели шоппинг-влог, то вы видели. Я купила на скидки. Стоила 23 моната, по-моему. В общем, очень дешево. Я сейчас собираюсь в супермаркет. Но для начала нужно собрать постель и поменять постельное белье. Мы купили новое постельное белье в Браво. Сейчас вам покажу его. Вот такое вот постельное белье. Мне очень понравилась расцветка. Вообще там выбор был большой, достаточно такие. Но некоторые были прям детские. Но в общем, в закупке продукта вы увидите, как мы выбираем это постельное белье. Мы уже постирали его и погладили. Сейчас я застелю кровать. Вот такое вот постельное белье. Мне безумно понравилось. И орнамент, и приятное на ощупь. Вот хочется лечь и спать. В общем, так получилось, что простыня от этого постельного белья, она не подходила моей кровати. И там были простыни, которые отдельно продавались. И вот то, что вот отдельно продавалось, идеально подходило на параметры моей кровати. Я сейчас думаю, как хорошо, что мы ее взяли. Там получилось. Одна штука ты покупаешь, а вторую тебе дарят в подарок. В общем, в закупке продуктов на неделю вы это все увидите. Я там подробно все показываю, рассказываю, что как, почем, сколько стоит. Так что обязательно смотрите. Вот я лежу, лежу. И мне, честно, не хочется вставать. Хочется спать. И, кстати, свет дали. Моей радости нету предела. Но надо уже двигаться в магаз, потому что встало поздно. Я сейчас думаю, либо какие-то булки купить, либо просто походить по магазину, подумать, что же интересное можно замиксовать с барни. Я реально уже последнее время прям думаю, что снять. Потому что у меня было уже все, так как я снимаю два видео, два мукбанка в день. То есть по-любому, что бы я ни сняла, это будет повторение. Но хочется снять что-то интересное. Как вам мои реснички? Когда я делала наращивание ресниц, мне говорили, что у меня очень-очень хорошие ресницы. Поэтому в последнее время я не делаю все наращивания. Кстати, сегодня еще хочу попробовать хну для бровей. Эффект татуажа. Я ее купила за 6 манат. И вроде как должно быть так же, как и нарисованные бровки. Мне хочется один раз этой хной покрасить и, например, неделю не трогать свои брови и красить их каждое утро. Если получится, было бы шикарно. Но я однажды уже покупала такую хну и осталась недовольна. Сейчас вам покажу минуточку, ребята. Вот такая штукенция. Сегодня будем экспериментировать. Я взяла самый темный оттенок не потому, что я хочу темные брови. Я боюсь, что эти светлые они будут уходить в ржану или в красноту. Там была такая же с коричневым оттенком. И я однажды пробовала что-то наподобие. И когда я покрасила брови, они просто становились через день какие-то красные. Поэтому очень надеюсь, что эксперименты закончатся удачно. Я уже на улице. И на улице такая обалденная погода. Ни холодно, ни жарко. Я мечтаю, чтобы такая погода была всегда. И не было вот этого вот ужасного ветра. Я сейчас направляюсь в супермаркет. Не знаю даже, что я буду покупать. Возможно, возьму какие-то йогурты. Я видела такую, знаете, мини-версию йогуртов. Можно взять штук 20 таких и тоже забавахать, например, мукбанк. Вот. Пока что не знаю, но стопудово что-то надо покупать, потому что я даже не завтракала. Я решила, что мой завтрак будет в мукбанке. Кокошечка здесь. В последнее время я пришла к выводу, что мне скучно жить одной. Мне нужен мужчина. Я хочу приютить какого-то котёнка с улицы. Если найду. Пока что бабушка и мама про это не знают, но мальчика хочу. Какого-нибудь красавчика. И именно бездомного. Хочу осчастливить какого-то котёнка. Думаю, может, чокопай взять. Здесь 6 штук, там 5 штук. Можно мукбанк организовать. Хотя он был недавно. Или 7 days круассанчики мини. есть с таким вкусом ваниль и с шоколадом. Вот эти рулеты, например, я вообще не люблю. Они невкусные, хотя очень дешёвые. Сначала хотела взять такую штуку. Здесь внутри колбаса, сыр и зелень, как я поняла. А ещё здесь вот такие вот сладости. Я такое не люблю. Мой парень вообще обожает. Сохнет по таким вещам. Это турецкая по хлопам. Перепелиные яйца. Есть кто любит их. Я, если честно, даже не пробовала никогда. Так, я уже закупилась. По дороге зашла к стоматологу. я хочу сделать профессиональную чистку зубов, не отбеливание. Именно потому, что я однажды делала отбеливание. После этого зубы стали очень чувствительны, например, к холодному и к супергорящему. Когда я ем мороженое, у меня иногда бывает такая очень странная реакция. Поэтому отбеливание я делать не хочу. Я просто хочу сделать профессиональную гигиену зубов. И вроде как в одном месте мне сказали очень дорого, а в другом месте мне сказали очень дешево. И мне как-то даже подозрительно куда идти. Вроде смотришь обе клиники, они как-то не супер макшери, так скажем. Что я купила? Купила 4 вот таких вот йогурта от Ичин. Целый час стояли на кассе, потому что здесь не было штрих-кода. И купила вот такие вот булочки с сетей. Несколько штук для Мукбанка самое то. Еще барни там будет и будет отлично. В общем, я вам в подъезде рассказывала, но меня перебили соседи, которые вышли из лифта. В общем, я хочу сделать гигиену полости рта. Как я вам сказала, возможно, это будет даже завтра. И я возьму вас с собой. Не знаю, стоматолог разрешит снимать или нет. То есть, это не супер-лакшери место, но я думаю, что вам будет интересно посмотреть, как, что мне там сделают. Отбеливание зубов я делать не хочу. Я могу объяснить, почему. Потому что я уже эту процедуру делала после того, как мне сняли брекеты. Но я заметила, что зубы стали более чувствительными. И, к сожалению, эта процедура очень вредит эмали зубов. Я не готова жертвовать своими зубами здоровыми просто из-за эстетической красоты. Но мне кажется, гигиена полости рта. На эту процедуру нужно ходить хотя бы один раз полгода. Вот. Поэтому у меня, наверное, завтра прям будет день красоты. Я еще перекраситься хочу. Мама дома там краска залежалась. Я хочу это сделать сама. Я позвонила в салоны красоты. Салоны, которые нравятся мне, специалисты, которые устраивают меня, они мне задрали такой ценник, что я думаю, блин, лучше сама перекрашусь дома. Это же не осветление, это же... И какая-то сложная процедура, просто взяла краску и покрасила. Ничего страшного в этом нет. Много салонов, например, под моим домом, рядом с метро, идти к мастеру, которого я вообще не знаю, и вообще в какой-то, знаете, супер дешманский салон, которых у нас здесь очень много, на самом деле. Не соблюдены никакие правила гигиены. Вообще, девушки, которые работают в этих салонах красоты, ругаются матом. Мне, честно, неприятно находиться в обществе таких девушек. Поэтому я иду в салоны очень редко, и если иду, иду в хороший салон. Возможно, вы меня осудите, но это мой личный выбор, как бы, и все. Например, маникюр и все дела я предпочитаю делать сама. Хотя очень часто мне в инстаграме пишут, предлагают там всякие салоны, бартер, бесплатно сделать. Просто отметьте нас в инстаграме. Я, по идее, могу и поснимать во влоге, ни у кого ничего не спрашиваю. Ну, блин, мне охота исчезла. Вот. И еще один момент. Я очень счастлива, что я купила камеру. Вот реально вам говорю. Я снимала на телефон, и я думала, да, окей, неплохо, но камера это другое. Посмотрите, как четко вы меня видите. Есть вот этот вот баланс белого, насыщенные оттенки. Даже если камера не супер у меня дорогая, да, вот как вы знаете, да, я купила ее за 30 с чем-то тысяч, да, на ваши деньги. Так получается. Вот, несмотря на это, она меня полностью устраивает, и я даже задумываюсь о том, чтобы купить камеру, которая стоит 50 тысяч, Mark III, Canon J7X Mark III, и улучшать качество. Потому что я, например, как зритель, я не смотрю видео, если они плохого качества. Даже если человек хороший, все круто, все офигенно. Ну, не знаю, меня цепляет именно хорошее качество. Вот Александра Паснова, или как правильно у нее фамилия, может быть, вы ее знаете на YouTube, у нее очень много подписчиков, вообще очень много просмотров, она очень красивая девушка. Вот она как раз-таки снимает на камеру, которую хочу купить я. И там качество прям вау, да, это нечто просто, это качество. Поэтому я хочу стремиться к лучшему. Вот купила свет, купила камеру, в этом месяце расходов было столько, ребята. Все, до Нового года я ничего себе не позволяю. Я экономлю, экономный режим. Да здравствует. Вот вы, наверное, думаете, что Айка одно время говорит одно, а потом говорит другое. Что-то я заболталась, но сейчас это скажу, и все, закруглимся. В общем, я хочу сказать, что даже в этот месяц я все равно отложила энную сумму из своей зарплаты. Я хорошо зарабатываю. Если вы думаете, что я трачу последние деньги, это не так. Слава Богу, моя основная работа позволяет мне хорошо жить. Ну, я так думаю, хорошо жить. Конечно, для каждого хорошо жить это что-то свое. У меня нету сумочек Луи Виттон и все дела, но я чувствую себя счастливой от того, что я себе могу позволить то, что, например, в детстве я себе не могла позволить. Реально. Хотела еще сюда барни, а сейчас я думаю, и так нормально. В принципе, куда я еще сюда барни запихаю? Здесь просто даже места нету. Поэтому снимаем вот так вот. Я, короче, тут монтировала видео закупка продуктов. У меня ушло два часа, представляете? Вот он чек. Я нахожу товар, потом вот так вот зачеркиваю, чтобы потом как бы было легче. Нахожу цену, перевожу в рубли и пишу вот здесь. Вот сейчас вот вам покажу. Нет, не покажу. здесь сохраняется. Сейчас я, значит, переодеваю, сниму этот комбинезончик и одену что-то такое, что не жалко, потому что я собираюсь красить свои брови новой хной, которая имеет эффект татуажа. То есть, девчонки, мы с вами в домашних условиях сами себе будем делать татуаж. Где это видно? Сейчас вам покажу то, что я купила. Вот такую вот краску мы купили вчера, когда с мамой делали закупку продуктов. Я взяла самый темный оттенок. Посмотрим, что у меня получится. Вот видите, для бровей татуаж стойкая крем-краска. Будем надеяться, что она останется у меня на бровях. Если что, покупала в Браво, девчонки. Кому понадобится, вот там она есть. Я надела то, что максимально не жалко, если даже я заляпаю. ничего страшного. Ничего страшного. Короче, мои пупсики, для начала нужно смыть то, что у меня находится на бровях. То есть, махуяж бровей. И вы увидите, какие у меня брови. Без карандаша, без теней. В общем, у них здесь инструкция. здесь написано настолько мелко. Это ужас какой-то. Здесь просто нужна лупа. А лучше вообще микроскоп. Зато на 10 языках. Даже больше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На 12 языках. Да. В общем, вот так вот все стираем. Я просто сфотографировала на свой телефон, а потом приблизила и посмотрела. как что делать. Вроде бы все. Готово. Делаем вот так вот. Мне мама всегда ругается. Ты не можешь закрывать крышки. Маку, мам. Маку. Я учусь на своих ошибках. Вот так вот у меня получилось. Пока что я похожа на Брежнева, но это я еще не смыла. Я оставлю 20 минут и пойду смывать. В конце покажу вам результат. В принципе, наносить не так уж уж и легко. Например, тени обычно наносить намного проще. Надо купить специальную кисть. Если мне понравится, как оттенок останется, то я куплю другую кисть и буду наносить уже аккуратнее. Нужна потоньше кисть. А у меня такой, к сожалению, не было, поэтому пришлось делать что есть. Чем есть, так скажем. Вот так вот, девчонки. Осталось бы хотя бы неделю. Я бы была бы довольна и постоянно бы делала себе такие бровки. Короче, моя хорошая, я смыла. Давайте покажу вам вблизи. Вот так вот у меня получилось. Надо было здесь вот угол немножко больше продержать. Мне очень нравится. Маме тоже понравилось. Мама сейчас то же самое делает со своими бровями. Ничего так по мне. Но в следующий раз я уже учту эти ошибки. Например, уголки я буду оставлять побольше, чтобы не оставалось вот такого вот. И еще такой момент. Сейчас вот я, например, довольна на 100%, но непонятно сколько дней это останется. Если останется хотя бы 3-4 дня, я уже буду довольна. А тем временем мамочка приготовила моси или мочи, как правильно называется, даже не знаю. Это японская сладость. Я попробовала, честно, мне вообще не понравилось. Поэтому мукбанка не будет. Это на любителя. просто это тесто и как-то неприятно это кушать. Не знаю, как японцы это едят. Наверное, от непривычки нам кажется это дико. Вот. Сделали, не понравилось. В общем, интересно здесь, что, наверное, малина. Как меня раздражает, когда все идет не по плану. Вот целый час обрабатывается. Это значит просто ютубчик он очень нагружен. Ужас. Еще, кстати, многие спрашивали, в какой именно программе я монтирую свои видео. вот в этой. Вот она. Movavi называется. Стоит она 2500 рублей в год использования. Это очень бюджетно по сравнению с другими программами. Некоторые по 20 тысяч стоят. Ну все, мои хорошие, я вынуждена уже с вами попрощаться, хотя планировала еще сегодня сделать ноготочки. Дело в том, что в последнее время на моем ютуб канале выходит очень мало видео. ну как очень мало в день одно видео или максимум два. Раньше я стабильно пилила три видео в день и это сказывается на ваших комментариях. Многие пишут Айка, ты обленилась, особенно в инстаграме, у меня в директе куча таких сообщений. Поэтому у меня есть куча материала, которые нужно монетировать. Я сегодня как раз таки этим и займусь и наверное завтра у вас будет куча видео, которые вы можете посмотреть. Я сейчас снимала мукпанг в Хачапури по-аджарски, было очень-очень-очень вкусно. Ногти я буду делать завтра, наверное гигиена полости рта тоже наверное завтра, хотя я не записалась, не знаю можно ли будет просто приехать и сразу зайти на процедуру. Короче видно будет ребятки не скучайте подписывайтесь на мой инстаграм если хотите меня видеть почаще если вам не тяжело подпишитесь я буду только рада всех люблю целую с вами была Кремель и всем пока